Такой психопатологический феномен, как кататония, был описан к Альбаму впервые, еще в позапрошлом веке. И с той поры произошли изменения в структуре психических заболеваний, связанные во многом с психофармакотерапией. И сейчас кататонию увидеть можно редко. Студентам даже показать такого больного довольно сложно. Кататония в том виде, выраженном виде, который был описан раньше, она сейчас практически не видна. Значит, ну, можно сказать, что кататония или кататоноподобные симптомы могут встречаться при истерической психопатии, при депрессии и при шизофрении. Ну, при истерии всегда эти расстройства связаны с какой-то ситуацией, всегда застывание, моторное застывание или моторная буря такая театральная и отражает эту ситуацию и имеет какую-то цель. При депрессии застывание в глубокой печали бывает, а возбуждение в тревоге, так называемый тревожный раптус, но это все кататоноподобные проявления. А вот истинная кататония встречается, конечно, при шизофрении. Она является квинтэссенцией схизиса, то есть разлада психики, точнее говоря, разлада между мышлениями, эмоциями и моторной сферой. И трудно в этом состоянии найти какую-то логику распада вот этих трех структур. Значит, может быть застывание кататоническое при шизофрении, которое не связано с ситуацией, не связано с аффектом, или возбуждение кататоническое, стереотипное часто, которое также не отражает ситуацию. Отражает оно именно вот этот схизис, этот распад между частями психики, который является пиком квинтэссенции шизофренической болезни, болезни шизофрении. И в силу длительного уже приема, ну, десятилетиями, да, используются нейролептики. И, конечно, произошла модификация этих расстройств, и вот таких вот классических картин сейчас очень мало. Бывают два варианта в основном при шизофрении кататонии. Это анероидное, когда сознание захвачено сновидными переживаниями, космосом, борьбой добра и зла. И по миновании приступа пациент может вспомнить это и рассказать. А вот при иллюцидной кататонии, по описаниям многих авторов, и в частности тех старых авторов, которые видели эти классические картины кататонии, пациенты по выходе из приступа ничего не описывают, не могут рассказать о своих переживаниях в этот момент. Поэтому нам остается только физиологическое, патофизиологическое обоснование таких нарушений. Ну вот, я думаю, что до настоящего времени, в принципе, работает выведенная Осиповым такая вот патологическая динамика кататонии, при которой имеет место усиление подкорковой возбудимости и ослабление коры, ослабление регулирующего влияния коры. Поэтому двигательные подкорковые структуры выходят из-под контроля и могут либо вызывать буйство такое хаотическое, ни с чем не обусловленное, не связанное, либо застывание неожиданное, опять-таки не связанное с ситуацией, с выраженным напряжением мышц. То есть контроля произвольного коры мозговой не происходит, или оно просто ослаблено. Кстати говоря, здесь вот кроется тоже один из аспектов, видимо, одно из объяснений, почему нейролептики не всегда могут затормозить продуктивную симптоматику, агрессивную, агрессивные всплески. Потому что подавляя кору и так заторможенную, они усугубляют, собственно говоря, вот этот раздрай между подкоркой и корой, и подкорковые импульсы еще больше хаотизируются и приводят к таким вот неожиданным, импульсивным нарушениям в двигательной сфере.